По регионам Дальнего Востока прокатилась волна протестов, солидарных с Хабаровским краем. Люди выходят на улицы, чтобы поддержать бунтующих соседей. Акции прошли уже в Приморье, Амурской области, были выступления и в Сибири, в Иркутской области. Однако власти не спешат разгонять стихийные столпотворения, в отличие от Москвы, отчего складывается впечатление, будто администрация президента теряет контроль над ситуацией. Ну а назначение представителя ЛДПР Дегтярева вместо представителя ЛДПР Фургала вообще похоже на уступку протестующим. Хотя всю прошлую неделю Кремль как будто выжидал, не уляжется ли бунт, не получится ли назначить своего единоросса. Впрочем, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин уверен, что власти не только не потеряли контроль над ситуацией в Хабаровском крае, но и скоро вернут его самым жестким методом. Об этом эксперт рассказал накануне ТВ. Во-первых, следует сказать, что в новой постплебисцитарной России администрация президента не является ведущим политическим игроком. Но следует понимать, что она и до этого, уже после 2014 года, не была ведущим политическим игроком. Ведущим политическим игроком, который влияет на принятие всех политических решений, в том числе внутриполитических, в том числе экономических, является силовик и силовая корпорация. Владимир Путин принимает решения, ориентируясь на ее мнение. Не потому, что они как-то навязывают это президенту. Их точка зрения практически полностью совпадает с его точки зрения. Поэтому он и фактически действует плоть от плоти, так, как нужно силовикам. Поэтому здесь администрация президента, она и в последние несколько лет, и тем более в постплебисцитарной реальности, является вымогательным механизмом. Нельзя сказать, что она может. Она носит инструментальный характер. Вот. Поэтому и, соответственно, поскольку силовики, оно имеет определяющее влияние, то реакция на любой вызов у них будет только силовой. Вопрос в том, что она может быть отсроченной. Поэтому в случае с Хабаровском, то, что там происходит уже больше недели массовая мобилизация, это ничего не меняет. Система настроена на жесткое подавление. То есть сейчас подождут, пока рассосется. Такая точка зрения у Владимира Путина, у человеков. А потом будут жестко давить организаторов. И гражданских. И, кстати, будут очень мощно чистить там силовиков. Потому что они отказались фактически действовать. И власть подозревает, что некоторые сочувствуют. Вот, чтобы в других регионах было неповадно, там будут жестко защищать. Есть планы жестко зачистить и полицию, и Следственный комитет в Хабаровском крае. Пока в других городах поддерживают Хабаровск, у него есть шансы и на то, чтобы быть услышанным, и на то, чтобы протестующих не разогнали. Потому что сейчас для власти самый большой риск – это множество массовых и постоянных выступлений. В остальных случаях она будет уверять себя и остальных, что действует в интересах якобы большинства, которое, судя по нарисованным цифрам властей, выбрало обновленную Конституцию. Для власти основной риск – то, что это одновременно начнется в некоторых регионах. Именно одновременно. С пятью хабаровскими она не справится. С одним она справится. Она держит ситуацию под контролем, там ведет какие-то переговоры с местными элитами и держит ситуацию на контроле. Только там все ослабнет, эта массовая мобилизация, начнется наступление власти, жесткие зачистки. И вот один хабаровск на пике власть удержит, и два удержит, три вопроса, а пять – нет. Поэтому для власти, в принципе, важно, чтобы не было одновременной массовой мобилизации, причем мобилизации постоянной. Потому что в том же хабаровске, в отличие от Шиеса, люди уходят с улицы, а потом возвращаются. Вот она поэтому и считает, и справедливо считает, что неделю или две они будут возвращаться, а на третий перестанут. Ну или будет там тысяча человек, которые уже не опасны. Население не понимает и не поймет, что на самом деле, да, вот все действия власти, которые сейчас происходят, и самое главное, будут происходить в дальнейшем, в том числе и жесткая силовая зачистка, в том числе и следствие плебисцитов по Конституции. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok